Как дела, джентльмены? Сегодня видео для настоящих фанатов железной игры. Для тех, кто бы отдал не всё, но многое за то, чтобы вернуться лет на сто назад и потренироваться в одном зале с силачами прошлого. Дело в том, что я стал счастливым обладателем вот такой книжки. Надеюсь, сейчас фокусируется камера. Упражнение с весовыми гирями под авторством Ивана Лебедева, дяди Вани. Аж дух перехватывает. Книга 1928 года. Издание. И в ней идёт речь о тренировках с гирями. Весовые гири, я так понимаю, здесь имеются в виду те гири, которые, вес которых отличается от кратного 16-ти пудовика, 2-х пудовика, а может быть равен, например, 20-ти килограмм, 24-м килограммам. И сегодня я хочу сделать полноценную тренировку. Тут очень много упражнений, они красиво иллюстрированы. Я сейчас буду выполнять и вставочку сделаю оригинальных зарисовок из книжки. Вы всё это увидите. Видео сегодня, я думаю, будет долгим, потому что я возьму программу и, естественно, я не имею права делать без подготовительных подходов, без разминки, потому что я хочу для себя вес подобрать в этой программе. Поэтому мы по чуть-чуть начнём. Как вы видите, нужен сегодня будет весь спектр гирь. 16 килограмм, 2 пары, 24 килограмма, 2 пары и 32-шки, 2 пары. Я думаю, мы сейчас окунёмся в очень интересную тренировку, которая в книжке на странице 71 написана. Примерная программа занятий для новичка, смогшего выбросить двумя руками двухпудовку и держать её на одной руке. Взятой, как наиболее часто встречающийся случай. В общем, ребята, от слов к делу. Ещё раз, видео не для всех, а действительно для фанатов гирь, для тех, кто искал эту книгу, как я, годами, и в конце концов нашёл, и может теперь попробовать. Начнём. Тут написано. Проделайте сначала несколько подготовительных, вольных упражнений и отжиманий на полу или стульев. Приступим. Я сверху вниз разминаю наклоны. По сторонам. Полоборот. Кто знаком с этой книгой, напишите своё впечатление от данной публикации. Вы знаете, что я тоже книгу написал, и многие ребята, многие подписчики её уже приобрели, остались довольны. Пишите свои ощущения от прочтения книги в комментариях, кто это уже сделал, кто не сделал. Ребята, в описании есть ссылочки на мои соцсети. Пишите в личку, я всем отвечаю. Разбираемся, каким способом вы можете получить мою книгу о гирях. Я тоже потратил очень много времени на её. Не публикацию, публикации ещё нет. В бумаге многие спрашивают, пока ещё нет. Только ПТФник, Вёрт. Но в пору наших технологий этого вполне достаточно для ознакомления с данным моим трудом. Поэтому переходите, ребята, не пожалеете. Наклоны. Кстати, замечу, что все упражнения, которые есть в книге Дяди Вани, так или иначе, книги представлены, даже в более развернутом виде. Вниз наклончики. Надо размять всё тело, потому что я книгу прочитал сразу, с залпом, и перечитал несколько раз ещё некоторые отдельные взятые пункты. Тренировка идёт на всё тело. На всё тело. И желательно без перегрузок, без натуживания, с паузами, с отдыхом будем работать. Поприседать надо. Чтоб всё прохрустело. Помимо гирь понадобится ещё пояс какой-то, возможно, полотенце для первого движения, и стульчик присесть. Волнуюсь. Волнуюсь, потому что это действительно как будто бы коснуться к истории. А возможность стать частью её, потому что вы видели, начинают ролики мои тиражировать, вставлять как аутентичные тренировки силачей прошлого. Поэтому, ребят, делитесь видео, делитесь. Я стараюсь сегодня немножко тоже постарайтесь для продвижения нашего любимого с вами дела. Приступаем. Первое движение – подъём гири с пола. Я буду подсматривать, прям в книгу заглядывать. Первое. Поднимание гири шеи. 40 фунтов написано. Ну, сколько это? Наверное, килограмм 16. 5 раз. До 10 повторов. Ну, сделаю 24. Я шею тренирую с гирей, поэтому думаю, что могу осилить сходу данный вес. Вы будьте осторожны. Аккуратненько всё выполняйте. Пояс, видите, для чего? Всё, вот так, оп. Сюда зацепили. Уши не поломать. Хотя за это люди сейчас бабки платят, чтобы им правильно уши поломали. И поднимаем с пола. Восемь повторчиков. Следующее упражнение. Тут пока паузы нет у отдыха. Не написано, во всяком случае. Выбрасывание каждой рукой. В те времена такого понятия, как рывок, не было. И выбрасывание по описанию несколько раз перечитал. Представляет собой рывок в чистом виде. Поэтому сейчас я несколько раз рвану 24-очкой. Потом по пять раз порвём 32-очку. И переходим к весу поболее. Тридцать и двушкой. Пять раз. На одну, пять на другую. Пять раз. Далее подсматриваем. Если дыхание перехватило, останавливаемся. Дышим пока дыхание полностью не останется. Мельницы. Попеременное выжимание по пять на руку. Так же. Двадцать четвёрками начнём. И, естественно, тридцати двушки пробуем. Кстати, теперь на основе этой книги я могу составить программу тренировок. Потому что там всё тщательно расписано, как нужно поступать, как нужно работать, как составлять тренировочные комплексы, с каких упражнений начинать, какими заканчивают, порядок выполнения, количество повторов, прогрессия нагрузок, много-много. Поэтому, кому интересно, как только марафончик закончен, там ещё несколько комплексов у нас есть в запасе, предлагаю по силовой программе Ивана Лебедева пойти. И кто знает, возможно, родится новый Пётр Крылов из этих программ тренировок или Гаккеншмидт. Так, мельница, да? Две тридцати двушечки. Нормально. Далее смотрим. Выжимание двумя руками одновременно. Три раза. Не более пяти. Ну, как раз тридцати двушечки будет в самый раз. Но! Поясочек мы наденем, давайте. Мельница мне нравится, она чем хороша? Тем, что вес можно брать хороший, а вот такого отклонения назад, нагрузки нет, потому что одна гирька здесь, другая над головой. В жиме над головой парном история немножко другая, поэтому я стараюсь всё, что свыше 24, всё-таки на всякий случай поясочек пододеть. Пять! Есть! Смотрим дальше, что у нас. Классное упражнение. Притягивание на бицепс двумя руками с пола. Начнём с шестнавиков. И тут же так, если вам легко делать один подходик, вы можете делать два подходика. Три подхода. Так. Три повтора надо сделать. Нет? До пяти раз. Подбираем вес, подбираем, чтобы до пяти раз. Упражнение вот такое, смотрите. Берёмся. Примерно предплечье параллельно полу ставим. И встаём. Мощное движение. Какой вес здесь получится взять? Ну, попробую. По три разика. А, вот так. Бачит выручки. Ну, как? Тридцать двушки можно попробовать. Тут уж. Либо ты вес поднимешь, как дядя Ваня говорил, и не надорвёшься, или ты его не поднимешь. И тоже не надорвёшься. Настоящий вызов. Да уж. Ух. О, бля. О, бля. Ой, два. Пока. Хорош. Движение, но не изучено. Не очень просто идёт. Поэтому от перегрузки воздержимся. И так она была там, по правде. Ух, а я потеть начал хорошо так. Следующая, ребята. Выбрасывание двух веков. Пять раз. Это рывок. Давайте шестнадцать веков. Пять раз. Двадцать четыре. Убийцев съел на русском, конечно. Ух, дичайше. Внутри цедушки. Я знаю, в этих рывках, сука, самый тяжёлый первый повтор. Дальше проще. Поэтому надо восстановиться. Ух. 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 Так, в доме это стрёмно. Ну ладно. Ух. 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 пятки не ставить ноги заваленные после тренировки и сразу квадрона нет и нет подъема так собраться три разика сколько там есть без обуви сложно это упражнение 5 раз ну на это мы сойдемся там еще второй подход будет с моим плоскостопием тяжело это идет 3 минутки отдыха с тридцать мистово 92 килограмма в душе не понимал но следует слову слову автора книги для диване и не перегружаться чувствую что тяжело отойдет давно не практиковал это упражнение поэтому оставлю чуть-чуть отдышимся следом ребят следом будет идти у нас взятие на одно плечо двумя руками тяжелой гири три раза на каждое плечо шуток я не подготовился на поле раздеты ложится не хочу а у нас дальше ребят еще там турецкий подъем про которая совсем-совсем запамятовал футболочках а то есть футболочка есть все будет здесь лечь встать никак она не называется турецкий подъем просто лечь встать взятие на одном плечо двумя руками ну давайте как обычно 24 плюс 16 возьмем для начала и на другую теперь 32 плюс 16 назову эту программу идеальная программа тренировки с гирей ну реально класс проверенная годами правда мало кто помнит и очень мало кто знает про такую программу 32 плюс 16 32 плюс 24 33 34 34 35 35 35 35 36 36 37 37 39 40 40 40 30 42 32 32 32 30 Seo 31 30 30 поскольку раз по три года взять на одно плечо двумя руками три раза на каждое плечо это мокненькая с улицы дума метрик сетушкой 1 в доме хватит мощно-мощно я еще не выйти скользила сильно скользит и магнеза не ту лишь стать гири по 3 на руку 32 ну сколько что-то у нас по времени по месту на камере полет нормальный тренировка идеальная ну поехали техника безопасности все берем все подальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно? Еще один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плюс овердохера приходится думать. Поэтому еще и напрягался, поэтому сбился. Ну, по-моему, внутри так точно сделал. Да, 32-шка, КЛЗ и Брутабел у меня есть. Они одинаковые. И мне очень, очень, очень они заходят. Где-то еще Эсса, или как-то они называются. Тоже очень кайфовые гири. У кого какие, ребят, пишите. Блядь, удобно. Блядь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блядь, держать. Блядь, первый подход. Сил сожрал много. И кисть неудобно взял. Ну, ладно. Проехали. Еще работа все равно много. Нужно было с левой начинать, кстати. О, блин. Выжимание лежа из-за головы. Десять раз. Тут я шестнальгами ограничусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что за движение, ребят? Французский жим. Всем известный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Выжимание из-за толкания двумя руками. Пять раз с выпадом, пять раз без, но я просто десяточек оттолкаю, 32-шки. Уже двадцать четверки брать не буду, потому что вроде как размятый, не хухры-мухры, без ножниц. Я ножницы не особо жалую, просто на ковре. Лучше когда уже в обуви, в штангетках, например, босиком, 32-шки в ножницы. Хотя сейчас посмотрим. Толкание двумя руками. Выжимание лежа. Взятие сделали, лечь-стать сделали, выжимание лежа сделали. Толкание. Толкание десяточек. Я сделал пять жимовых швун. Сейчас сделаю пять толчков. Хорошо как в ух. Чувствуется силовая работа. О!" Огонь! Они такие тяжелые уже стали. Сделать несколько раз без затягощения моста. Попробую. Забудши, ложиться надо сейчас. Мягко я ничего не взял. Попробую. 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 хорошо есть а знаете что дальше ребятушки а дальше мельница капец дальше трицепса нет плеч нет мельница передвижение с нас мельница притягивание на бицепс положения стоя и приседать мельница тридцать двушками опять же попробуем настроиться сделать это дерьмо три минуты отдыха забыл сказать да это не просто шарюсь так написано дыхательное движение давайте руки сюда это кстати книги есть листы на папа много движений взятия жимы рывки еще есть несколько интересных моментов и все движения должны выполняться раз в недельку а уже на основании этого компонуется программа тренировок кому интересно следующее движение увидите пишите ну а конечно экранизирую чего-то надо воскрешать силушку богатырскую прошлого блин что-то они мне тяжелые кажется заборол 16 поднимали на бицюшку так сколько раз а притягиваем на бицепс висячих рук два раза три раза тогда можно два четверки хотя него уже рук нет ну ладно 24 16 признаться это легко так пробую ну если вы вес возьмете под масштабируйте то вообще будет класс легненько все пройдете мне захотелось сегодня воскресенье вот именно уработаться так хорошенько ну чтож десяточек или пяточек четыре раза еще это концовка поэтому все можно доделать разочек джентльмен остался все есть за ворот дальше дыхательное упражнение бег дыхательное упражнение медленная ходьба обсохнуть и отдохнуть облиться водой или обтереться первых нет нет отстающих бег на месте общий примеряющий кайф я вроде бы ничего не отказала не жгло но все тело измотан ходьба на месте это ходьба к камере на сегодня все ребята поддержите пожалуйста это видео до скорых встреч пока пока становимся сильным вот Продолжение следует...